Молодцы! 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 Ансамбль русской народной песни переехал в муниципалитеты столицы. В этом году он обосновался в молодежном культурно-досуговом центре Реутова. Участники коллектива высоко оценили как условия для дальнейшего творчества, так и благосклонность публики. Сегодня мы представили около 10 номеров. Три человека у нас пели сольно. И в основном мы пели ансамблем. Мы сегодня выступили впервые, и нас очень тепло и хорошо приняли. И мне так кажется, нам даже будут рады здесь еще. Всего в «Славяночке» занимаются 20 человек в возрасте от 5 до 12 лет. Кстати, набор в ансамбль открыт, поэтому всех желающих приглашают на прослушивание. У нас в репертуаре не только фольклор, а эстрадные композиции, стилизация, народность эстрадным. И я очень хочу, чтобы наша русская песня жила. Ее нужно обязательно возрождать. И дети, наши дети, должны петь на русском языке, должны нести культуру и выступать на сцене с такими прекрасными номерами, как сегодня. В этом году ансамблю «Славяночка» исполнилось 10 лет. За это время он успел себя зарекомендовать как ведущий творческий коллектив Москвы. Такое звание коллективу присвоил столичный департамент культуры. Неоднократно артисты становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а в октябре прошлого года удостоились чести выступать в Кремлевском дворце. Елизавета Филимонова, Александр Попов, телеканал Реутов.